Всем привет! Новый влог! Сегодня воскресенье, 27 ноября, и сегодня праздник День Матери. Так что я всех мамочек поздравляю с нашим днём, желаю вам крепкого здоровья, женского счастья. Пусть вас любят, ценят. Мне кажется, женщина настолько сильная, что выдержит все испытания, да? Так что давайте, девчонки, прорвёмся. Так, мальчишки меня поздравили, в садике приготовили подарки. Кирюшкин подарок. Сердечко с цветочками, стишок здесь. Люблю тебя, мамуля, моя ты золотая, ты лучшая, любимая и самая святая. Ты нежность моя милая, лучик неземной, знай, моя родная, что я всегда с тобой. Вот знаете, вот это вот самое ценное, самые дорогие подарки. У меня есть папочка, и я туда складываю все поделки. А это маркушка сделал, правда, Кирюха немного сейчас потрепал. Букетик с цветочками. И влог мы начинаем сегодня с обновок. Так, наконец-то я заказала, выбрала, дождались, и наконец-то собрали. Вчера до полдвенадцатого ночи собирали новый комод. Заказывала на Симолэнд. Что-то по ценнику он обошёлся в восемь, там, с половиной где-то так примерно, но с доставкой он вышел десять тысяч. У нас как раз квартира в таком вот бело-коричневом стиле. Да, вернее, не квартира, а мебель. И как раз вот такой вот у нас комод. В детской тоже стол белый с деревянными вставками. В туалете там шкаф тоже висит с деревянными вставками. Вот эти, кстати, фасады такие же по материалу, как и на кухне. Прям такие матовые, гладкие. Такой узенький искали, искали повыше, потому что нам, ну, не хватает места в шкафу. Прям вообще вещи прям полотничком, так знаете, забиты. Хотелось бы разгрузить немножко шкаф. Поэтому вот будем загружать, обустраивать наш новый шкаф. Здесь, получается, ящики идут вот такие вот. Здесь тоже и здесь три вниз. Ящички маленькие, знаете, для белья, для носочков. И здесь уже идут по бокам полочки. Вообще, качество мне понравилось, слушайте. Классный такой, симпатичный. Ручек нет вот здесь вот, правда, вот так вот сделано. Ну, прям круто, стильно смотрится. Был немножко побольше, но с ручками. Но решили остановиться на этом. Мне прям очень понравился такой хороший материал. Классно. Так что можно поздравить нас с обновкой. Как-то я вам говорила, что в этот угол я как-то на Валбересе заказывала стеллаж. Под свои цветы муж не одобрил мой вариант. Ну и доставка почему-то отменилась. Заказ мы отменили. В общем, этот стеллаж и не пришел. Ну, видимо, такая была судьба. А муж говорит, ну и что, в этот стеллаж ничего не сложишь. Лучше уж комод давай закажем. Думали, может, либо какой-то узенький такой шкаф. Но шкафчик мы не подобрали. Решили вот такой вот комод взять. Он на три дверцы. Такой и узенький, и в то же время вместительный, компактный, такой большой. И, в принципе, места здесь достаточно, чтобы я поставила свои орхидеи. Чтобы можно было спокойно, допустим, открыть окно и проветрить квартиру. Потому что если открываешь окно, то орхидеи померзнут. Кстати, про орхидеи. Вчера с мужем зашли в Магнит. Сегодня же праздник День Матери. Привезли свеженькие орхидейки. Но они померзли. Вы представляете, у нас эти дни был прям мощный мороз. 38-35 вот так вот прям два дня прям стабильно держалось. И вот, видимо, в машине, в фуре они померзли, эти орхидеи. И две упаковки с орхидеями просто мороженые стоят. Все цветочки пожухлись, замерзли. Листья тоже померзли. Даже, знаете, если сделать уценку, да, их никто не возьмет. Их потому что даже ты не спасешь. Потому что вот даже листья, они мороженые. Мороженые. Я говорю, это боль. И вчера, как увидела, реально я прям, знаете, так расстроилась. Мне так прям жалко стало растение. Так, выходной. У меня домашние дела. Стирка, уборка, постельное поменять, полотенчики поменять. Поэтому я пошла заниматься делами. И так полдня прохалтурила. И будем готовить сегодня кушать. Занимаюсь готовкой. Сегодня приготовлю жаркое в горшочках. Наши горшочки я уже заполнила. На донышко выкладываю свинину, лучок. Здесь у меня корейская морковка. Немножко подсолнечного масла. Посолили, поперчили. Дальше выкладываю картошку, помидор, снова морковка. Все солим, перчим, в общем, да. Потом у меня слой грибов. Картошку в наши горшочки я замариновала в майонезе. И сверху засыпала сыром. А детям делаю без майонеза, без сыра. Такой пупе вариант. Тоже вот горшочек мяса, лучок, морковка. Картошечку накладываю. В горшочке я еще добавляю кабачок. У меня лежал, думаю, добавлю, пусть кушают. Так, помидорчики тоже. Грибов поменьше, потому что дети не очень едят. И сверху я добавляю кусочек сливочного масла. И потом попозже, ближе к вечеру, поставлю запекать. Немножко водички добавлю. Так, и буду сегодня делать я салат, который делала в прошлом влоге. Что-то мы не наелись. Муж еще попросил, говорит, приготовь. Куриная грудка, яйца, чесночок, помидорчики, майонезик, сырок. В этот раз хочу попробовать добавить кукурузу. Потому что Кирюха просит кукурузу, открывает, пару ложек съедает. И вот целая банка кукурузы остается. Выбрасывать как бы жалко. Поэтому, чтобы добру не пропадать, попробуем в этот раз кукурузу сделать. И сверху все мы засыпаем картошкой паи, ее называют. Мелкая натертая картошка, обжаренная в масле, типа а-ля Фрида. Так что включаю передачку и продолжаю заниматься готовкой. Гора стирки у меня. Поэтому еще нужно вот сейчас пойти развесить стирку и загрузить. Рыбки кушать хотят, нужно сейчас их покормить. Я прям балдею от аквариума, прям так нравится, как получилось. Красотень. Улитка, правда, что-то вообще позеленела. Нужно новых докупить. Так, давайте покажу, что я приготовила. Я прям жутко хочу есть, у меня прям слюни бегут. Я покупала грибы для жаркой, в итоге у меня грибы остались. Думала суп не варить, но Марк у меня доел. Все харчо, две тарелки. Папе ничего не осталось, поэтому пришлось варить грибной супчик. Обожаю суп грибной с вешенок. Дальше. Жаркое, детское и наше. Прям вообще вкуснотень. К жаркому сделала буквально вон небольшую тарелочку салата овощного. Греческий с маслинами, с сыром. Деткам приготовила кексики. Кокосовый маркушка уже один съел. И приготовила салатик, который показывала уже в прошлом влоге. Так что у нас вот такое вот меню на ближайшие 2-3 дня. Вчера я, кстати, готовила пиццу на сковородке. Нужно будет как-то показать вам рецептик. Давно, по-моему, я не показывала. Такая вкусная прям получилась. С удовольствием съели. Время 7 часов вечера. Жду, мы уже будем скоро ужинать. Я уже жутко хочу кушать. Осталось мне одну стирку развесить. Тут буквально там плед. И Кирюшкины штаны кинула постирать. Собрать детям вещи. Всадить по пакетам. И, в принципе, все. У меня сегодня прям очень много дел получилось. Все вот так скопилось. 4 стирки, готовка, уборка. Полы вот недавно домыла. Ну, все сделала. Завтра буду отдыхать. Детей в садик отправлю. Сходила в душ. Искупалась немножко себе времени. Уделила масочку, сделала. И давайте я вам сейчас напоследок покажу уходовые средства, которые мне очень понравились. Так, давайте начнем с лица. Купила новый гель для умывания. Чистая линия. Идеальная кожа. С гранатом. Прям очень понравился вот этот гель. Приятный аромат. Хорошо пенится. И, в принципе, остатки косметики прям нормально. Так смывает хорошо. Вчера в светофоре увидела... Лосьон летел. Я вообще не люблю такими штуками пользоваться. Ну, что-то мне захотелось. 100 рублей за такую огромную бутылку. Кокосовый аромат. Просто вообще увлажнение, гладкость, витамин Е. Молочко для тела. Когда-никогда можно и руки, в принципе, и ножки намазать, и тело. Хотя я не очень люблю вот этот лепкий слой. Хотя вроде бы, я знаете, так на руку попробовала. Вроде бы лепкого слоя нет. Поэтому вот на заметочку. Также в светофоре вчера купила огромный гель для туша. 185, по-моему, рублей он стоил. Но он так вкусно пахнет. Он очень густой. Там еще в голубой упаковке был более такой свежий. Я взяла ваниль. Сладкий аромат. Это просто пушка-бомба. На заметочку вам. Здесь 750 мл. Еще вот такой вот беру гель в фикс-прайсе. Тоже уже не первая бутылка. 100 рублей стоит. Здесь у нас тоже 750 мл. Но он очень жидкий и быстро заканчивается. Но тоже очень такой ароматный. Ну, не сильно экономичный расход. Да, быстренько так он заканчивается. В фикс-прайсе детям беру вот такую зубную пасту. Вот уже заканчивается новую. Вот тюбик у нас в запасах там лежит. Тоже, в принципе, хорошая. Это сплатовская паста в фикс-прайсе. Вот эту тоже, по-моему, мы брали в фикс-прайсе. Сплатовская паста. Тоже очень вкусная такая. Легенькая. В то же время свеженькая. Потому что есть прям ядреные, мятные. Да, либо вот... Что-то вообще, короче, бывали пасты нам попадались. Ну, прям вообще не с удовольствием чистишь и выбросить жалко. Да, и вот нет вот этого утреннего приятного эффекта во рту. Комплимент. Вот такой вот купила себе пилинг-скатка с муцином улитки. Прям прикольная штука. Мне понравилась. Наносишь как гель, начинаешь катать и просто все скатывается. Прям классно. Там еще другая была. И стоила она, кстати, совсем недорого. Это я в Перекрестке взяла. Очень сейчас полюбила дезодоранты вот эти вот Дионика. Они, в принципе, и бюджетные. Потому что сейчас косметика прям выросла, да, в цене. Рексона вон брала. И что-то она прям мне не зашла стоит. А Дионика я прям с удовольствием пользуюсь. Мужу беру всегда. И себе беру. Так. В магните на днях вот я взяла средство для купания малыша. Шампунь 2 в 1. Очень такой свежий, приятный аромат. Мне прям понравилось средство. И большая бутылка с дозатором. Прям удобно. И вообще мы прям обалдели всей семьей. Это лайфхап, как затащить детей купаться. Что-то у нас мальчишки перестали любить купаться. А то раньше их вообще с ванной не вытащишь. А сейчас вообще ни в какой не хотят. Взяла пену для ванной. Фикс прайса. Солнце и луна. Но я не обратила внимания, что здесь на упаковке написано. Уже потом муж льет детям в ванную. Пена желтого цвета. А вода становится голубой. И детям прям так интересно. Особенно Кирюшка. Сразу говорим. Пойдем делать ванную пену и голубую водичку. Все. Он уже бежит. Достает пену. В общем прикольная штука. И стоила она там что-то 100 рублей пол-литра. И пенится хорошо. И интересно то, что меняет вода цвет. Там еще были другие упаковки. Возможно какой-то там другой цвет. Повторю покупку обязательно. Потом еще загляну фикс прайс. Так что в общем вот такие вот дела. На этом я буду с вами прощаться. Я желаю всем хорошего настроения. Крепкого здоровья. Всем удачи. И всем пока-пока. Увидимся совсем-совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok